здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала вот сейчас вы со мной в моей теплице наконец-то сегодня я закончила посадку помидор перцев и баклажан сняла немножко сюжетов по поводу того как я сажаю баклажанчики и вот сейчас покажу как я посадила помидорки помидоры я сажаю на гряде в два ряда расстояние между рядочками у меня 50 сантиметров как вот пролеты в теплице и расстояние между помидорками 40 45 сантиметров можно сажать в шахматном порядке с площадью питания 45 на 45 это минимальное расстояние которое может быть между помидорами но при условии если вы их посадите в шахматном порядке тогда они не затеняют и площадь питания у них не уменьшается и и вполне хватает чтобы вырастить хороший урожай чтобы теплица рационально использовалась я сею редиску салаты вот у меня вас между рядочками посеяны уже взошли подрастают листовые салаты салат айсберг вот здесь у меня крест салат дальше тоже полосочка крест салата и редисочка серия в несколько сроков чтобы у меня был такой конверный способ употребление моей ранней зелени и где-то до середины июля я буду употреблять салаты вот эти все зеленые культуры которые выручу в этой теплице что еще хочу сказать сажаю я всегда лежа редко когда вертикальная посадка и всегда углубляя на этом году я решила проверить как многие утверждают что посадка лежа или заглубление оттягивает цветение помидор что он прекращает рост и начинает наращивать корневую систему на стволике вот у меня одна помидорка просидела буквально неделю я ее пересаживаю немножко неудачно посадила и обратил внимание что там где ком земли с корнями что было в горшочке корни начали расти а на стволике даже еще и не тронулись хотя зачатки корни вот эти пупырышки они есть то есть еще я думаю что все-таки нет такой цикличности растений или растут листья или корни они всегда растут параллельно всегда одновременно поскольку такая связь листовой аппарат снабжает корневую систему питательными элементами которую синтезирует в листу это фотосинтез а корни подают питательные вещества из почвы растворы питательных веществ и поэтому всегда должен быть баланс поскольку у нас корень впитывает только кончиком там где корневые волоски это буквально пол сантиметра сантиметр все остальное у корня это проводящие ткани они не впитывают питательные растворы то есть корень должен все время расти он не замирает ни на минутку и также растет и надземная часть вот так выглядит моя теплица еще некоторые помидорки вот видите луночки пустые я буду отсаживать буквально совсем немножко некоторые сорта которые я подращу немножечко у меня там были проблемки они подрастут и я их посажу попозже вот такая вот у меня теплица всего вам хорошего до встречи на канале с Ольгой на 6 сутках